А вы наоборот должны быть другим сегодня источником. Вы должны наоборот сегодня вносить безвыходных положений не бывает. Есть люди, которые сегодня не могут выйти из положения. Я вчера буквально встречался с представителями религиозной конфессии. Я скажу, батюшка, сегодня значительно больше оптимизма, чем сегодня у вас, присутствующих в этом зале. Я им говорю, да, вам приходят сегодня веряне, и вы не видите той искры, которая сегодня есть в ваших глазах. Как можно с таким подходом сегодня подходить? Ну если вы не верите, и я не буду... Зачем тогда мы все собрались, что ждем, и будем плыть по течению, куда нас выбросит или разобьет. Любое общество должно быть управляемо, даже в стадии барана. Куда ведут? Или в пропасть, или в светлое будущее. Но мы с вами не бараны, мы люди, которые строим сами свою жизнь. Если этого не будет, грош цена, тогда всем нам. Зачем тогда мы беремся? Я верю в то, что Херсонщина может быть процветающей, благодатной, щедрым краем. Это наши доказали деды. Доказали. Я и на пленулю пятницу, у нас было плену Совета ветеранов. Я видел этих дедов, ведь руководители Совета ветеранов, у них больше оптимизма. Но они-то послевоенные годы создали, разрушенную подняли сегодня Херсонщин. И не только Херсонщин, а в целом и страну подняли. А вы сегодня за 19 лет, ну что мы настроили? Ну в каждом регионе построили супермаркеты, может, бутики, заправки. А глобальные, что построили в масштабах страны, которые сегодня нужны для всего страны? Где эти дни прогрессы, которые нужны? Где другие глобальные прогрессы? Нет. И каждый сегодня на каком-то этапе тоже обещал и что-то делал. Скажите, и ты, последующий губернатор, который сегодня будет обещать. Я хотел бы, чтобы все-таки вера, надежда и любовь всегда жили у нас. Без этого, если этой веры не будет, еще раз говорю, ничего не получится. Ни у меня, ни у вас, ни в тех людей. Первый план, этот человек, ни инвестиции, ни в какие технологии, ничего. Надо, чтобы это все должны делать люди, те, которые сегодня вот там не верят. Они должны поверить, что все возможно. И я хотел бы, чтобы лозунг, который был про Ивана Алексеевича Мозговом, вы помните, это земляк мой, земляк. Он в Мариинском районе родился, Донецк, 40 километров от меня. В то время говорили, мы бы хотели жить так, как живут на Ферсоне. Это говорили в Венинграде, это говорили в других городах. Вы эту тезу знаете. Я хотел бы, чтобы мы снова вернулись к этому. Чтобы вы поверили этому, я хочу, чтобы вы поверили, во-первых, в очередь мне. Чтобы вы поверили сегодня той команде, которая будет создана. Чтобы вы поверили. А чтобы это поверить, вы знаете, по жизни взял одну газету и я не выкидывал. Я говорил, что я работал в двух районах. Донецкая область, как и Херсонская область, точно так имеет 18 сельскохозяйственных районов. Точно так. В Херсонщине 18 сельскохозяйственных районов. И когда Виктор Федорович был губернатором, а родом я с другого района, он рядом, Тельмановский район. Виктор Федорович, ты ездишь домой к родителям? Я говорю, да. Но тебе не стыдно приезжать в район, который сегодня закалит, там, бурьянами. А ты уже тут свесил ножки и наладил и сидишь. Продолжение дальше не надо. Зная этого человека, я понял, что надо собирать чемодан и ехать в тот район поднимать. На самом деле, не дожидаясь указов президента Кучина, Питер Федорович мог брать на себя такой ответственность. И меня направили в тот район, в свой район. И за 3,5 года район стал, второе-третье место держал. Я хотел бы, чтобы вы зачитали, вот Оля зачитает одну статью. Это я такой молодой, 2000-м, когда-то на другого. Того вытолкнуть, ну, надо создать было мнение в том округе, тех районов, которые сказали, что этот пройдет, а тот не пройдет. Все районы назвали этого руководителя, что он пройдет. Единственный, кто не назвал, это я не назвал этого руководителя. Он высокий пост сегодня, очень высокий. Я сказал, у меня в районе пройдет любой. Иванов, Сидоров, Петров, и это тоже. Любой, кого назовут. Потому что я в районе хозяин, и люди поверят, что нужно избрать этого депутата. Именно его. Я скажу, что в тех районах, которые говорили да-да-да, он набрал 23-25 процентов. В моем районе, а, кстати, я вернусь немножко, тот человек побежал и говорит, надо костяка поменять, он меня завалит. Надо его убрать с должности, и за него я не пройду. В тех районах, где говорили да-да-да, набрал он 23-25 процентов, там шел коммунист очень сильно. В моем районе 87 процентов. Он взял голосовку. Еще раз говорю, я по большому счету хозяйственник. Я сумею создать команду людей-единомышленников. Делать нестандартные шаги. Я их знаю, как делать. Уже сегодня у меня мысли. То, что я сделал в Старобешевском районе, в Тельмановском районе, вы можете поднять по интернету, где Старобешевский район выступил инициатором, инициатором, единственным по Украине. Сегодня по этой схеме работает вся Украина. По единому фиксированному налогу по земле. Это был инициатором ЯРД и выходил. Мне не дали одному району. Подключились, сказали, что не может быть один район, быть экспериментом всей Украины. Надо, чтобы ЦИНК было. Это был Глобинский район, Полтавский район, потом Закарпатский район. Глобинский район тоже сработал неплохо. Закарпатцы не понимали ситуации. Эти эксперименты сработали так, 50-50, 50-50. А за счет этого в районе большие преобразования, когда было 26 видов налогов, он был объединен в воде. Сегодня у меня такие нестандартные шаги есть и на Херсонщине. Они у меня есть. Я их продумываю. Я уже буквально сегодня выезжаю на Киев и хочу со своей инициативной группой встретиться с Акимовой Ириной, руководителем экономических реформ. Я не буду говорить, пока сегодня не получил одобряв на высоком уровне, но я сумею убедить, что в этом репрессивной области в целях эксперимента отдельной строкой, может еще кого-то присоединить, а я не знаю, другие репрессивные области, но то, что отдельной строкой, я хотел бы, чтобы все-таки эксперимент был во втором полувольте. В целом для Украины это ничего не потеряется, тем более вы знаете, что наша область дотационная. Мы получали, сами собирали в бюджете 870 миллионов, где-то 540. Я был и есть сторонником партии регионов. Еще в 98-м году, когда была партия регионального возразения во главе с Владимиром Васильевичем Рыбаком, первым проходцем был я, когда еще был главой администрации. Я все тогда в ту партию, после коммунистической вступил в эту партию. Хотя в Донецком области было много партий. Был Щербак, который был главным годом, либеральная партия была. Кто как только не приходил, другой губернатор, так и свою партию создавал. Поэтому партия регионов стала. Я в этой партии так и был и до сегодняшнего дня. В 2006 году я участвовал в этой кампании, когда именно избирался и председатель областного совета. И там тоже была дискуссия, кто будет перед именем или костяк, когда четко определились и сказали, что вы это будете мертвым, потому что он возглавлял избирательную кампанию, я был первым заместителем у него. Сказали, что на данном этапе именно он будет руководителем партии. Никаких не было распри. Мы приняли такое решение. Именно я был инициатором, сказать, не должно быть никаких дебатов в этом вопросе. Есть один лидер, так он и будет. Сегодня четко, вы знаете, определено, что Демеркин предложил нам другую работу. Мы уже работаем в примитете. Будет переизбирать новый руководитель партии, который предложит сегодня их на пост, потому что на пост головы областной рамы предложить сегодня от партии регионов. Почему? Потому что партия регионов сегодня с 85 депутатов, 30 депутатов, это большинство этого партии регионов, Демеркин был представлен. Я думаю, что это единство будет. Сегодня этого единства я вам сразу скажу. Пока нет, и не скрываю, вы его не хуже меня знаете. Знаете, там, где два казака, три Гретьмана. Так он на Украине всегда был. Я думаю, что это единство будет. Будет единство так, как это единство есть сегодня и в нашей стране. Я это почувствовал, когда был на первом заседании кабинета министров. Я это почувствовал, когда был на совете регионов в Киеве, где четко определено, кто сегодня у нас глава государства, что сегодня единство есть всех ветвей власти, президента, кабинета министра, Верховной Рады, что сегодня это большинство с каждым днем все больше и больше. Сегодня президент взял на себя ответственность. С тем гаслом, который он и выиграл перед людьми, Украина для людей, я думаю, что эти шаги будут продолжены сегодня и будут делаться и на уровне и областей, и районов. И я в том числе сегодня. Как посчитает сегодня центральный штаб партии регионов, кого предложат на лидерство партии регионов, меня или кого-то другого, я буду в этом вопросе поддерживать. и кого определяет, кто будет сегодня председателем власти, у меня видение есть вовремя, я его высказываю. Какая конференция? Конференция должна быть на этой неделе, в пятницу, в субботу, но не знаю, будет ли не успею, или не будет ли он возвратиться. Без меня я бы не хотел, чтобы эта конференция была. Ось, я хочу, чтобы эта конференция была. Я хочу сказать, что эти конференция же будут проверены результаты в обмору. Спасибо. Продолжение следует...